Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Перезагрузка 63. Политическая и бизнес-элита губерния разрабатывает план развития региона. Врачи на страже чемпионата мира по футболу. Медики готовятся работать в условиях чрезвычайных ситуаций. Старой традиции нового времени школьники вышли собирать макулатуру. Взгляд в будущее. В Самаре обсуждают стратегию развития региона до 2030 года. Действующая стратегия до 2020 года была принята 11 лет назад и в полной мере не отвечает изменившимся реалиям в мировой российской экономике. Как будет развиваться область в ближайшие 13 лет узнал наш корреспондент. Стратегия развития региона определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления в регионе на долгосрочную перспективу до 2030 года. По инициативе губернатора ее проект прошел широкое общественное обсуждение. Документ был размещен в общем доступе на сайте областного Минэкономразвития. Пользователи оставили более 40 замечаний. Все они были учтены при доработке документа. Проект стратегии рассмотрели на расширенном заседании регионально-общественной палаты Самарской области, где он получил положительные оценки. После всех поправок и замечаний стратегию одобрили в федеральных органах власти. Это будет живой документ, который учитывает результаты всех итераций стратегического планирования на разных уровнях управления. Уверен, что четкое видение долгосрочного развития области и реализации необходимого комплекса мира на базе надежного сотрудничества с населением и бизнес-сообществом позволит создать конкурентоспособную экономику области и значительно улучшить качество жизни наших граждан. Стратегия основана не только на развитии трех главных производственных кластеров Самарской области – аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и на развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того, регион должен войти в топ-5 промышленно развитых регионов страны и в топ-15 по уровню сельхозпроизводства. Одна из главных задач формирования экспертно-ориентированной экономики. На совете говорят о том, что необходимо уделить серьезное внимание и реализации политики импортозамещения. Перинатальный центр мы построили. Это лучший перинатальный центр в стране у нас сейчас. Лучше его нет. Он на уровне Европы и все. Но ведь там нет ни одного нашего инструмента. Ни одного, даже каталога нет. Понимаете, вот завтра что-то, санкции раз, и он будет парализован сразу. Нам надо срочно все это разворачивать и в этой стратегии об этом надо говорить. Не просто так намекать, а очень серьезно. Николай Меркушкин говорит о необходимости ставить в стратегии среднесрочные цели и шаг за шагом их реализовывать. Чем не больше конкретных проектов, тем лучше. Но, видимо, эту задачу вы сами потом в конце сказали, что мы не знаем, что будет часто через 3-5 лет. И, конечно, все расписать конкретными проектами, значит, это сейчас невозможно. Мы создать должны условия, все соответствующие, которые позволили бы, значит, генерировать нашим же, и не только нашим, может, и соседям нашим, и иностранных инвесторов, значит, генерировать и проекты там, инициировать и так далее, и так далее. Замечания учтены. Члены совета принимают решение рекомендовать проект стратегии к принятию. Валерия Макарова, Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Чтобы получить компенсацию за оплату коммунальных услуг вовремя, не нужно копить долги, предупреждают специалисты соцзащиты. С начала года в регионе действует новая система социальной поддержки. Чтобы получить компенсацию, льготники сначала должны заплатить за коммуналку. Лариса Шалафаст расскажет подробнее. В сфере социального обслуживания Наталья Королева проработала много лет, и хоть сейчас на заслуженном отдыхе, всегда в курсе всех изменений. Помимо компенсации за оплату коммунальных услуг, теперь Наталья Александровна получает и компенсацию за оплату взносов на капитальный ремонт. Если с компенсацией за капитальный ремонт льготники разобрались самостоятельно, то компенсацию за коммунальные услуги рассчитать без помощи специалиста не получается. Раньше льготные категории каждый месяц получали выплату на оплату коммунальных услуг. Теперь система изменилась. Деньги будут начислять только после того, как квитанции будут оплачены. Выплаты начались, но в начале года многие получили небольшие суммы до 500 рублей. В Министерстве социально-демографической политики поясняют, сейчас система работает в тестовом режиме и в программе возможны сбои. По сути, вот те услуги жилищно-коммунальные, которые люди получили в январе, они их оплачивали в феврале. Мы сейчас получили об этом сведения, и в марте мы надеемся, что будет уже достаточно объективный расчет, более точный и соответствующий тем оплатам, которые люди произвели в феврале за январь. В Министерстве социально-демографической политики региона напоминают, схема, при которой люди платили за коммунальные услуги раз в два, а то и в три месяца, приведет к задержке и компенсации. Поэтому, чтобы получить выплату вовремя, услуги ЖКХ должны быть оплачены точно в срок, то есть до 10-го числа следующего месяца. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. На стадионе Самара-Арена во время чемпионата мира по футболу будет работать 18 медпунктов. Подготовку к Мундиале проверил областной Минздрав. Во время матча на стадионе будут дежурить 28 мобильных врачебных бригад и реанимобили с современным оборудованием для оказания экстренной помощи. Здоровье участников и гостей чемпионата будет под контролем врачей больниц Пирогова и Середавина. Кроме того, в городе заработают мобильные медпункты. Сейчас врачи готовятся работать в условиях массового скопления людей и при чрезвычайных ситуациях. Копию самарского знамени, которое 140 лет назад стало символом освобождения болгарского народа от османского ига, передадут самарским военным на авиабазе Хмеймим в Сирии. Свой путь знамя начнет 9 мая с Парада Победы на площади Куйбышева. Затем транзитом через Сызрань его отправят в московский Богоявленский собор. Откуда? На торжественную передачу в Сирию. До этого пройдут уроки истории и классные часы в школах, круглые столы и научные конференции в вузах, а также тематические экспозиции в музеях Самары, посвященные юбилею Самарского знамени. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области у наркоторговца хотят отсудить деньги, которые он заработал с помощью незаконного бизнеса. Это более миллиона рублей. За продажу наркотиков и легализацию денег, полученных преступным путем, Тольяттинец получил приличный срок. При этом сообщники мужчины, с которыми он общался через интернет, так и не были установлены. Силовики выяснили только их Ники, Анетт Хилстон, Ёжи и Максим. Иск против наркоторговца находится на рассмотрении в суде. Пользователи сервиса по поиску попутчиков Блаблакар отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе. Журналистам рассказал о таком опыте сам путешественник по имени Владимир. По словам мужчины, вначале он не удивился, когда ему назначили встречу у железнодорожного вокзала. Но он не ожидал, что его повезут на поезде. По словам Владимира, машинист доставил его до Самары за два с половиной часа. Кроме них никого в тепловозе не было. За проезд машинист взял с мужчины 200 рублей, сумма которой была изначально указана на сайте сервиса. Жители Самары уже могут купить единые билеты в Крым. Сами перевозки железнодорожным, автомобильным и морским транспортом стартуют 30 апреля и продлятся до 30 сентября. Отправиться по единому билету можно в семь крымских городов. Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету бесплатный с предоставлением отдельного места. В прошлом году было оформлено 35 тысяч единых билетов в Крым. По всей Самаре 18 марта будут праздновать годовщину присоединения Крыма. В этот день на площади Куйбышева состоится конкурс студенческих танцевальных коллективов. Они исполнят севастопольский вальс. На площади Кирова будет концерт, на площади Героев 21-й армии, акция «Крымская весна», «Весна надежды». Также праздник пройдет у Дворца спорта легкой атлетики на физкультурной, Дворца спорта ЦСК ВВС в скверах Родина, Высоцкого, Устиного, на площади Росовского. Гидромедцентр обещает теплое начало весны. В первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений. В субботу 4 марта облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от минус одного до минус шести. Днем потеплеет от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. В воскресенье пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедится. Граждане, сдавайте макулатуру. Это не старый советский лозунг, а сегодняшний реалий одной самарской школы. Ученики собирают бумагу и сдают ее на школьный склад. Затем макулатура отправляется на переработку, а деньги от сдачи на нужды школы. За процессом возрождения старых традиций наблюдала Марина Матвейшина. Старые тетрадки, исписанные блокноты, прочитанные газеты и журналы. Все тщательно собирается по углам и ящикам квартиры и отправляется сюда, на школьный склад. Ученики от первых классов до выпускных сдают макулатуру. Беру я это все в подъездах также, спрашиваю в магазинах, разные коробки. Это нам нужно, чтобы спасти нашу природу оставшуюся. 100 килограммов макулатуры – это одно спасенное дерево. Сбор макулатуры в школе номер 45 решили возродить в прошлом году. Назвали акцию «Бумажный бум». И он и вправду оказался бумом. В акции участвует весь микрорайон. Прием макулатуры ведется два раза в год. За один раз набирается до трех тонн использованной бумаги. 8 гадов приема. Так, 3,5 килограмма. При приеме ведется учет каждого с данного классом килограмма. Это важно и для общего результата, и для каждого класса в отдельности. Сбор макулатуры проводится в качестве соревнования. По итогам акции мы выявляем, кто занял первое, второе, третье место. И потом награждаем грамотами эти классы. После переработки вся эта ненужная бумага превращается в нужные вещи. Коробки, упаковку и туалетную бумагу. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. А вот о каких событиях расскажут мои коллеги в наших следующих выпусках. ЖКХ для людей. Губернатор наводит порядок в коммунальной сфере. Будущие акулы-пера. Юным журналистам городского пресс-центра вручили удостоверение корреспондентов. Старые новые лица. Кто усилил состав футбольных крыльев советов в зимнее межсезонье. На этом наш выпуск завершен. Благополучие всем. Увидимся.